Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, и сегодня у нас очередной выпуск новостей. И начнем мы со скриншотов, которые SCS опубликовали, как обычно, в своем блоге и инстаграме. Под заголовком «Штат Юта», «Горный штат». Так что же стоит за захватывающими скальными образованиями, которыми так славится «Штат Юта», созданные в результате уникальной геологии района и миллионов лет эрозии? Эти невероятные скальные структуры можно найти в основном в «Штате Юта». Известно, что они являются фоном западных фильмов и мультфильмов. Они стали одними из самых узнаваемых камней в мире. Многие из них стали охраняемыми памятниками, заповедниками и национальными парками. К счастью, воссоздание этих знаменитых природных достопримечательностей в новом дополнении не заняло наших художников и дизайнеров миллионы лет. Тем не менее, их создание было непростой задачей для нашей команды с обширными исследованиями, прототипированием и использованием совершенно нового программного обеспечения для изучения. Процесс создания занял некоторое время. Ну и как обычно, у нас было около 10 скриншотов, а даже не 12. В принципе, что обсуждать, я думаю, нет смысла. Вы видели сейчас сами и вот сейчас видите. Очень круто и как бы из следующей новости мы поймем, что штат Юта выйдет скорее всего где-то в конце октября или начале ноября. Но мне кажется, что все-таки еще в октябре выйдет. Ну что ж, переходим к следующей новости. Ну и вчера произошло очень интересное событие. Очень знаменательное. У нас начался открытый бета-тест версии 1.36 American Track Simulator. Ну что ж, ну и главное, кто хочет сейчас пройти этот бета-тест, вы должны были уже пройти ивент, который сейчас проходит. Если его не прошли, то пока лучше не проходите бета-тест, аначе ваши все достижения просто слетят. Так, ну давайте зачитаю как бы предисловие. Большое внимание в данном дополнении уделяется DRTX 11, а точнее DRTX 11.1. Мы, то есть SCS, решили отказаться от поддержки DRTX 9 ради более быстрой и легкой разработки. Ну и после того, что я сказал, кто еще не в курсе, владельцы компьютеров достаточно слабых поперхнулись, наверное, потому что SCS уже четко заверила, что все, мы отказались от старого движка DRTX 9. Переходим на 11 и в чем плюс, когда подтянется графика, скорее всего, со временем, она уже подтянулась по каким-то параметрам. Лучше оптимизация, быстрая разработка будет идти, они будут делать только под один движок. Но проблема в том, что у многих, даже не у многих, но у большого количества людей видеокарты просто не поддерживают DRTX 11. И это очень печально, потому что, ну, если то, что происходит в Америке трек-симуляторе, в любом случае произойдет в Евро-трек-симуляторе. А, скорее всего, бета-тест 1.36 в Евро-трек-симуляторе втором начнется уже сразу после АТС. Ну, примерно через неделю, я так думаю, а то и меньше. Ну, давайте дальше. Поэтому, начиная с 1.36, наши игры не будут совместимы с системами, работающими на DRTX 9. Ну, это я уже объяснил. Ну, что ж, давайте по списку изменений. Таких глобальных изменений, как в 1.35, не было, но есть очень интересные пункты. Так, ну, добавились у нас три вида прицепов. Прицеп зерновой бункер. Он у нас в покупку доступен. Прицеп для перевозки с пучок грузов тоже доступен в покупку. И фракционный контейнер. Который в покупку у нас недоступен по понятным причинам. Это из у нас прицепов. Так. По графике, как я уже сказал, какие-то пункты у нас добавились в графике. Улучшение сглаживания. Также добавили новые загрузочные экраны. Тоже немаловоль. Были изменения у нас с картой. Теперь можно посмотреть, где находится ваш водитель. Какой у него груз сейчас. Именно как он проложен. Раньше можно было это поставить. Но сейчас нужно прям четко. Но стоить это на дорогах, к сожалению, пока что нельзя. С моего водителя. Также у нас добавились в карте дополнительные метки. То есть, когда вы эту метку дополнительную ставите, то груз по той рейс-точке не прокладывается через ту дорогу, где стоит эта метка специально. Так. Ну и самая бомбезная новость на сегодня, которую я ставил, конечно, на потом. У нас обновленный город Флагстов. Это у нас штат Аризона. И Санта-Крус. Это штат Калифорния. Ну и вы спросите, чего тут такого? Ну, обновились города и что? А суть в том, что в этих двух городах у нас добавили автосалон Интернешнл. И это просто что-то невероятное, не похожее на разработчиков СС-ов. Дело в том, что автосалоны не действующие. То есть, просто они как модель существуют уже. Ну и это даже уже, наверное, не в намёк. Это, как бы, вот готовый факт. Нас ждёт тягачи Интернешнл. В первую очередь Интернешнл Лон Стар. Такой страшненький, как многие говорят. Ну, возможно, я в чём-то соглашусь. И, возможно, ещё каких-то тягачей. Пока информации об этом точно нет. Ну и так же, как бонус, которому вы можете не верить и будете абсолютно правы. Но появилась информация, что в коде игры, точнее... Ну да, в коде игры у нас уже существует автосалон МАК. И, как я в прошлом выпуске новостей говорил, что производилась запись звуков МАК Антон. Антон. Не знаю, как правильно, честно говоря. Уж не судите строго. В принципе, на этом всё. Пишите своё мнение в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.